Добрый вечер, коллеги. Начинаем нашу тест-инференцию. Главный тренер Масовского локомотива Юрий Павлович Семенович. Юрий Павлович, наверное, комментарий по игре. Я потом перейдем к вопросам. Рановато нас списали за борьбу от тренерной таблицы и за верхние места, но мы о себе сегодня напомнены. Хороший итог. На мой взгляд, это одна из наших лучших в этом сезоне. Поэтому будем продолжать дальше. Сегодня был баланс атакующих и оборонительных листьев. Игроки хорошо возвращались в оборону, когда того требовалась ситуация. Хорошо после потери, включая на чужое половину поля, то мы начинали оборону и переслиговали. Поэтому, на мой взгляд, мы экзакономерно и выглядели мальчиками. Игроки. Пожалуйста. Игроки. 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 Вопросы. Первый. Очень часто, если прийти внимание на игру, с флангом смещались агентинами, 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 и почему-то не били, не отдавали передачу и просто теряли мяч. Первый. Как установка была смещаться в центре? Ну, понятно, что не терять мяч. Это первый вопрос. И второй. Помогли как-то, помогли как-то тот факт, что стандарт только играл для игроков и выводил сообщение? Установка смещаться. Установка смещаться. Она была в определенные моменты. Терять мяч у сторонки не было. Они должны были этот мяч хорошо контролировать и делать последнюю передачу. Но есть еще и соперник, который тоже не позволяет этого сделать. Вот, наверное, соперник не позволил им играть более точно. А то, что касается календара, ну, я в прошлом году здесь очень много говорил, у нас календарь был еще сложнее. У нас было четыре игры за десять дней. За десять дней ненормальный. То есть, с вами как ненормальный для Краснодара. И если бы был более щадящий календарь, со своей игрокой, который показывают сейчас, они могли бы в Лиге Европы пройти очень-очень далеко. Илья Павлович, в втором тайме, особенно, очень много было прессинга у Краснодара. Было много потерь у гостей, да? Но время очень, так, не успевает рекорд Майдзима по поездке и быстрой атаки. Скажите, вы в перерыве сделали акцент именно на прессинге? Потому что, в основном, очень много получалось только на церковь. В первом тайме, когда на сервисах, на парт, да, не таковая акцент. Ну, мы этот прессинг сделали и в первом тайме, но в первом тайме получалось хуже, в втором получалось лучше. На мой взгляд, мы верим в новый момент для того, чтобы мяч на забили все время. Илья Павлович, по поводу Федора Сколова задает вопрос. Он сегодня очень часто оказывал с радостью Ферфану Гранчуки. Это задача, которая перед ним стояла? Или вы все-таки же верите, что он будет играть острее, играть выше? Один удар спрос сегодня. Вообще всего один удар. Кто-то показал отмогу. Всего один удар. В основном, он сегодня сыграл очень полезное на канале. То, что пить не может больше. Об этом говорится и он об этом знает. Но, опять же, я хочу сказать. Наверное, знают, что у него очень хороший удар, его блокируют. Он же не сам в себе есть, чем против этого. Конечно, ему нужно бить больше, но он очень полезен сегодня. Порядок, хорошая голова, фарфара. А мы говорили, что в моменте ударов было достаточно много и ситуация была хорошая. Юрий Иванович, по мотиву в скором времени стоят игры с прямыми конкурентами, с СССР. Какие внутренние резервы для усиления? Еще вопрос. Какого состояния Рыбуса? Коломейцев можно ли ожидать? И молодой, какого родственника стоит и будет в этом сезоне как-то на боевую гимницу на него рассчитывать? Да, я рассчитываю. Рассчитываю на всех троих. Но еще не совсем хорошие конецы. Наоборот, Рыбус уже, в принципе, готов играть. Рыбус готов играть и нет никаких медицинских противопоказаний. Он более близок к тому, чтобы выйти в стартом составе. Что касается Киркбелли, то этот игрок, несомнение, очень и очень интересен, очень талантлив. Постепенно мы ему тоже будем давать шансы для того, чтобы он играл. Он хорошо вышел в Ланджири и за пять минут он уже имел момент хорошей передачи. Придет время и его выгоняет. Катей. Александр Телеканаловец 60, Юрий Павлович Павелев. Позволил, собственно, Татьяна Пачкан. Краснодар, как вы сказали, еще больше принц. Пальку за решение старта принц. И важный матч в этом плане будет в Москве. Конечно, что Латематиев выполняет свои сдачи, а не перескоряешься на себя. Но на ваш взгляд, в связи с технической полиции, лучше, чтобы выиграли, чтобы спорта на данный момент пусть и приветствовали Латематиеву, но с тормозил «Зенит», либо чтобы остался позади, но «Зенит» — это социальный ответ. Но у него потери очков обеим весьма команды. Я только что ответил на этот вопрос, так же и отвечу. Ну, я что, могу повлиять на этот результат? Нет, мы садим тебе, мы садим и посмотрим вместе. Посмотрим футбол, а я там и буду. Субтитры сделал DimaTorzok